Привет всем! Хочу поговорить о браках между русскими женщинами, или так будем говорить, женщинами постсоветского пространства и американскими мужчинами. Я понимаю, что почти что все женщины, которые имеют свои блоги, блоги на YouTube, которые имеют браки с американскими мужчинами, они тем или иным образом затрагивают эту тему и говорят о своем видении таких браков. Ну, я смотрю эти видео, я смотрю, наблюдаю за тенденцией в YouTube, что женщины рассказывают, и какие все-таки выводы из всего того, что женщина испытывает, когда она приезжает в Америку, когда она выходит замуж по интернету. У меня нет, я хочу сразу сказать, что у меня нет опыта знаком с американскими мужчинами по интернету, у меня не было желания знакомиться с американскими мужчинами, будучи там, в своей стране. И я сюда приехала по совершенно другой причине, по причине помощи, по причине помочь своим детям, поскольку они не собирались возвращаться назад и решили строить свою жизнь в Америке. Таким образом, я и оказалась здесь. Но наблюдая и зная, наблюдая жизнь женщин, которые все-таки рискнули, я считаю, что они все-таки рискнули выйти замуж за американских мужчин по интернету, будучи там, в России или в каких-то других бывших республиках Советского Союза, я вижу, что 90% этих браков не сложилось. Женщины не нашли свое счастье через интернет, как они о том мечтали и как они думали, как будут обстоять дела, когда они приедут в Америку и выйдут замуж здесь. Все-таки разные культуры, все-таки разные взгляды на очень многие вещи и ценности между американцами и между людьми и выходцами из бывшего Советского Союза, из России. Я не хочу и не берусь обсуждать, что плохо и что хорошо. Есть очень много хороших моментов в том образе жизни, в семейном укладе, как американцы создают свои семьи и как они счастливы или несчастливы в своих браках. Есть также много отрицательного. Не потому, что это отрицательное в принципе, а потому, что это наш взгляд на эти стороны американской семейной жизни, они для нас кажутся отрицательными. И очень трудно, как американцы говорят, sacrifice, то есть пожертвовать своими идеалами и взглядами на какие-то аспекты в отношениях между мужем и женой в американской семье. С чем женщина сталкивается, когда она выходит замуж по интернету, приезжает сюда и совершенно не знает ни кто ее муж, ни кто его родственники. Конечно, вот как я вижу, они переписываются и рассказывают о своих семьях, о своих родственниках, но все равно о них не знают. И из рассказов просто мужчине очень трудно определить, какой образ жизни он ведет, какой у него характер, какие у него жизненные принципы и как он смотрит на свой брак с женщиной из эмиграции. Все кажется очень легко и прекрасно, потому что женщина, она так устроена, что она идеализирует своего избранника, что она ищет только хорошее в его образе, когда она его все-таки встречает. И те мелкие штрихи, которые кажутся, ну они незначительные, ну что-то такое проскользнуло, то, что женщине не понравилось. Ну это как бы притрется и сложится и смирится. Но как раз таки я хочу сказать, что на вот эти мелкие негативные моменты не нужно обращать внимание, потому что мужчина строит для этой женщины, которую он должен привезти, ну будем говорить из России, он строит воздушные замки в большинстве своем. И когда женщина приезжает сюда, она находит, что и дом, о котором он ей рассказывал, не соответствует его рассказам и его работе, не то, что он о себе говорил. И родственники, оказывается, не совсем рады приезду этой женщины откуда-то из-за границы. И много-много разных других аспектов, которые было вообще-то трудно учесть. Из моего опыта, живя здесь 16 лет в Америке, и познакомившись с очень многими женщинами, приехавшими из постсоветского пространства, это и Украина, это Молдавия, это Россия, ну в принципе и Средняя Азия, в принципе, отовсюду из постсоветского пространства, я сделала для себя такие выводы и хочу просто поделиться с теми женщинами, которые собираются сейчас знакомиться с мужчинами по интернету и собираются переехать и связать свою жизнь, то есть выйти замуж здесь за американского мужчину, что нужно быть очень осторожным. Кроме того, что попадаются, в принципе, вообще нечестные люди, которые будут вас использовать по разным причинам. Может быть, это денежный вопрос, может быть, это какие-то даже психические заболевания или плохой опыт с другими женщинами, поскольку у них очень плохой характер. Я хочу предостеречь этих женщин, прежде чем сделать этот выбор и торопиться, и создавать себе иллюзию, в которую вас подверг этот мужчина, рассказав, какой у него дом прекрасный, какая у него прекрасная работа, и что вы будете путешествовать, и что вы потом будете жить где-нибудь в Европе, и он купит там дом, и вы туда переедете, когда вот он выйдет на пенсию. Я это рассказываю, опять же, не со своего личного опыта, а с тех рассказов, которые я была посвящена этими женщинами, которые приехали сюда, и 90% из них развелись с теми своими мужьями, за которыми они вышли замуж по интернету. И очень трудно потом, опять же, найти кого-то, кому можно будет уже потом поверить и создать счастливый мир, счастливый брак. Я, в принципе, за, чтобы женщины выходили замуж за мужчин из-за границы. Почему? Потому что это уже давно не секрет, все уже об этом знают, весь мир об этом знает, что в России избыток, в России мужчин меньше, чем женщин. И хотя сейчас идет такая тенденция, что молодежь, молодые мужчины больше уделяют внимание спорту, бизнесу, правильному образу жизни, и хотят строить правильные отношения, семейные отношения с женщинами, они не пьют, не употребляют алкоголь, не курят, не употребляют наркотики. Это очень хорошая тенденция, но все равно их еще мало. А наша женщина русская, ей можно петь нескончаемую оду, потому что лучше русской женщины, я считаю, нет на этом свете, за то, что она такая, за ее самоотдачу, самоотверженность, веру, верность, любовь, сострадание, нежность, красоту, терпение. Вот об этом ода русской женщины. И поэтому русская женщина должна знать себе цену, за что ее любят мужчины, за что мужчины из разных стран хотят выйти, хотят выйти на русских женщин на интернете, хотят найти и построить свою счастливую жизнь именно с русской женщиной, да вот именно по вот этим качествам, которые я перечислила. Женщины, милые, перед тем, как все-таки решиться приехать сюда, узнайте получше своего мужчину. Сейчас столько возможностей на интернете. Можно найти все о каждом человеке, ну даже какую-то небольшую информацию, имя, фамилия, адрес, телефон, родственники. Если вы хотите узнать больше информации, я знаю здесь столько адвокатов, которые занимаются этим, которые помогают русским женщинам и женщинам из других стран навести справки о любом человеке. Это, конечно, оплачиваемая услуга, но, поверьте, она стоит этого. И я знаю, что женщины прибегают, серьезно мыслящие женщины прибегают к услугам таких адвокатов. Теперь, почему я думаю, что браки, которые совершались через знакомство по интернету из других стран распадаются? Опять же, когда женщина приезжает, она сталкивается с другой культурой. Для нее это шок. У нее нет ни родственников, ни знакомых. Она не может пожаловаться своим родственникам, которые остались там в России, чтобы не ударить, как говорится, грязь лицом, чтобы они не обнаружили, что то, что она вышла замуж, приехала сюда, это оказалось все-таки ошибкой. И вот когда женщина, которая не знает ни языка, или она плохо знает язык, а она все-таки будет плохо знать язык, как бы она его ни изучала там, в своей стране, потому что изучая язык вне страны, трудно все-таки потом и понимать его на слух, и разговаривать. То есть некоторые мужчины просто пользуются вот такой ситуацией, пользуются этим положением той женщины, которая приехала, чтобы выйти за него замуж. Я хочу сказать, что некоторое процентное соотношение мужчин именно по этой причине и привозят сюда, из-за границы жен, чтобы ими потом манипулировать, чтобы их держать на коротком поводке, пользоваться ими и жить в свое удовольствие. К сожалению, это так. Поэтому женщина, она вынуждена ожидать свои год, два, три года, чтобы получить свою грин-карту, то есть вид на жительство, и потом начинается ужасный, неприятный, стрессовый момент, когда начинается развод. И опять же я хочу повторить, 90% женщин разводятся с американскими мужчинами, женщины, которые приехали. Ну, есть, конечно, и счастливые браки, но я бы не сказала, что счастливые, это такие устойчивые браки, когда люди уже в возрасте, когда они понимают, что, ну что, опять менять что-то, искать что-то, это, опять же, стресс, это волнение, это время, вот уже как бы и спокойно вот так вот и живут, и живут вместе, каждый сам по себе. Опять же я считаю, что это несчастливый семейный брак. Ну, живет эта женщина русская, сама по себе делает какие-то свои дела, она может работать, она может не работать, какие-то деньги муж ей, конечно, будет давать, чтобы она по минимуму смогла себя содержать, то есть это на одежду, на косметику. Но в основном это браки, где нет, в принципе, ничего общего между мужем и женой. И такие русские женщины обычно ищут компании себе подобных, они ищут других русских женщин, они дружатся с ними, они все время встречаются с ними, и получается, что они опять находятся как бы в той же атмосфере, они находятся в России, но они, конечно, путешествуют, они ездят, они там каким-то образом смотрят, но вот такого тесного сплетения культур не происходит. Я не знаю, у некоторых женщин это устраивает, может быть, им и не надо это тесное сплетение культур. Мне кажется, что именно в более зрелом возрасте и под старость браки нужны именно для того, чтобы мужчины с женщиной могли о чем-то говорить, что у них есть что-то общее, о чем они не просто говорят, они чувствуют это одинаково, они смотрят на какие-то вещи, не на все вещи, на какие-то вещи одинаково, и нет раздражения. Я считаю, что именно с годами женщина и мужчина должны искать друг друга по критериям совместимости, что можно о чем-то поговорить, что какие-то общие интересы, путешествовать, или говорить о книгах, или говорить о фильмах, или просто даже то, что вот вы любите кушать, какие-то рестораны. То есть много должно быть, что сплачивает, объединяет и делает совместную жизнь теплой, совместную жизнь радостной, как говорится, до конца наших дней. И поэтому очень-очень-очень трудно, это челлендж, это риск найти счастливую жизнь по интернету. А теперь я хочу сделать как бы сопоставление и сравнение между браками, которые произошли через интернет с женщинами из России и американскими мужчинами, и женщинами, теми же женщинами, которые русские, которые живут в Америке, и впоследствии выходят замуж за американских мужчин. Вот это совершенно другая история, потому что женщина уже, она знает язык, она знает культуру, она знает нюансы разговорной речи. Когда она разговаривает с мужчиной, она уже понимает, этот мужчина честный, можно ли доверять этому мужчине, что этот мужчина ищет в ней, что он хочет в этой жизни. И вот это очень, это очень главное. То есть, когда она знает культуру, здесь, внутри, в Америке, она может быстро сделать свои выводы о том или ином мужчине, которого она встречает. Конечно, встретить мужчину в Америке, это тоже трудно, и это очень распространено, и модно сейчас. Не только русские женщины, не только женщины из других стран, американские женщины, сейчас все идут на веб-сайты знакомств, вот здесь в Америке я знаю, многие женщины говорят, что неплохие веб-сайты, это Match.com, Harmony, ну, какие-то еще там, есть платные, есть бесплатные, но вот несколько моих знакомых, которые вышли, как они считают, удачно за американских мужчин, они их нашли на очень дорогом платном веб-сайте здесь, в Америке, и они рассказывали, что там идет тщательная, там идет тщательный отбор мужчин, женщин, по их background, то есть это компания, которая, компания знакомств, она имеет всю информацию о данном человеке, будь то мужчина или женщина, и поэтому такие сайты, оказывается, они практически безопасны, и легче найти, как в Америке говорят, decent man, то есть серьезного и хорошего мужчину для брака. Поэтому какое можно сделать заключение? Милые женщины, милые девушки, которые хотят, хотят выйти замуж, хотят найти хорошего мужчину, которого, как они считают, они не могут найти у себя в стране, это нормально. Поверьте мне, здесь, в Америке, очень много хороших мужчин, которые имеют хорошие ценности, хорошие взгляды на семейную жизнь, которые относятся очень хорошо к их женщинам, и это стоит того, чтобы выйти замуж за иностранца. Но прежде, чем это сделать, тщательно подумайте, соберите всю информацию, обратитесь к платным услугам американских адвокатов, и просто занимайтесь этим вопросом очень серьезно, подойдите к этому очень серьезно, потому что, покидая свою родину, вы потом или быстренько вернетесь назад, расстроены, разочарены, и ваши близкие, ваши родственники, это будет больно для них тоже, не только для вас, или вы вот так вот будете скрывать, что вы здесь плохо живете, что вам плохо здесь, и вы ничего не сможете рассказать никому, вы будете это скрывать, поверьте мне, и это не добавит вам здоровья, за те годы, пока вы получите свою грин-карт, вы потеряете столько здоровья, что это не стоит того, милые женщины, займитесь этим серьезно, и не думайте, что все мужчины, которые сидят на веб-сайтах, хотят заманить в свою ловушку этих женщин, многие мужчины, которые ищут русских женщин, они тоже подвергают себя риску, они тоже не знают, какая женщина это приедет, они тоже переживают, они тоже к этому готовятся, они, то есть, они тратят на вас, это тоже свое время, а иногда и деньги, поэтому вы войдите в их ситуацию тоже, не то, что вот я туда еду, в Америку, для того, чтобы обеспечить свою жизнь, финансовую жизнь, вот это как раз таки американские мужчины совсем не любят, и как только они чувствуют вот эту жилку в женщине, у них пропадает любовь, у них пропадает желание привести эту женщину, и желание, в принципе, даже жить с этой женщиной, если они уже женились, и потом они выявляют, что этот брак был только ради денег, то поверьте мне, они будут разводиться. И последнее, если вы сделали серьезное решение, выйти замуж, за границей, учите этот язык, это вам так кажется, что когда вы приедете и на месте вам будет легче выучить этот язык, это неправда, потому что у вас не будет этой, вот этой вот атмосферы англоязычной, потому что вы не будете, вы не приедете и сразу не начнете работать, вы будете сидеть дома, и ваш муж, который работает, не будет посвящать вам свое время, чтобы учить вас английскому языку. Все, весь ваш английский, весь ваш арсенал английского языка будет зиждиться только на каких-то названиях продуктов, на каких-то названиях рецептов, на каких-то названиях магазинов, и все на этом. Это не обучение английскому языку. Учите английский язык дома, учите его хорошо, вложите деньги в это, если вы на самом деле решились уехать, переехать в англоязычную страну. Я вам всем желаю найти свое счастье. И, пожалуйста, ищите, ищите своих избранников, ищите их не только в своей стране, ищите их по всему миру, их много, но только правильно подойдите к своему поиску. так- hacks, голем, уросák, техм, выбран и у